Социальная сплоченность, открытое общество равные возможности. Именно по таким названиям в регионе проходит четвертый международный социально-трудовой форум. Масштабное мероприятие это своего рода непрерывное погружение в европейский стандарт социальной политики в течение четырех лет. В первый день форума на основной его площадке, Ленинском мемориале, открылась выставка социальных проектов нон-стоп. В экспозицию были включены как программы федеральных партнеров, так и ключевые региональные проекты. Главная цель – показать, какими возможностями могут и должны обладать люди с ограниченными возможностями здоровья. И мы здесь представили на этой выставке свое современное звукусиливающее оборудование, которое помогает нашим детям лучше слышать и лучше говорить, а значит лучше социализироваться в нашем обществе. Аппаратура – это очень хорошая, мы здесь представили все виды, которые мы имеем. Международный социально-трудовой форум – это еще и обширная площадка для обсуждений образа будущего соцсферы. Для этого на форуме организовали круглые столы. В рамках одного из них Ульяновская область познакомила участников, в том числе и из-за рубежа, с программой социальных инициатив, которая включает 12 шагов. Проект разработан по поручению губернатора Сергея Морозова. Мы представляем здесь региональную инициативу, мы вписываем ее в контекст Европейской социальной хартии, потому что это ответ именно мировым стандартам. Мы говорим о лучших социальных практиках, которые уже сложились в регионе, которые, как нам кажется, могут тиражироваться в принципе по России. И мы ждем новых партнеров, мы ждем новых идей. Одним из таких новых партнеров станет реализация на территории области технологии социального сопровождения «Система забота». Проект в виде комплекса «Единого окна» позволит пожилым людям и инвалидам еще комфортнее чувствовать себя в окружающей действительности. Пожилой человек нажимает на кнопку, приходит сигнал, мы видим на экране монитора всю информацию об этом человеке. И наши специалисты контакт-центра, это врачи-операторы, они выясняют, в чем проблема у данного человека и помогают ему решить от выяснения этой проблемы до решения. Такая работа ведется с помощью межведомственного взаимодействия с социальными службами, медицинскими учреждениями, юристами и психологами. Система забота активно реализуется уже в 12 субъектах страны. С подписанием протокола полномасштабное внедрение начнется и в нашем регионе. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.